Привет, друзья! Снова с вами Антон Поспелов со своими монологами о нахлости. Ну вот сегодня мы приехали на красивую Мечу. Речка действительно красивая, на границе Тульской и Липецкой областей. Добраться сюда достаточно легко, поскольку трасса М4 очень быстрая, масса платных участков, ну, кому хорошо, кому плохо. Нам хорошо, потому что быстро едем. 110-130, в зависимости от ограничения. И едешь по М4 где-то до уровня Ефремова, переезжаешь к красивую Мечу и разворачиваешься налево. Мы уезжаем. Шилово переезжаешь опять через Мечу. И дальше вариантов много. Ну вот мы сюда в районе Большого Верха деревни. Конечно, очень отличается это вот все от других рек, от Угры. Здесь степи, здесь холмы красивые, скальные выступы. Покажу обязательно. Перекаты мощные. Вот сейчас слышите, но покажу перекат. Но рассказать я хотел немножко о другом, а о, собственно, кемпинге. Ну вот сейчас всего лишь 10 градусов, мы совершенно спокойно ночуем, а ночью 5-6, да и минус бывает, вообще не проблема. А многие боятся ночевки. Ой, спать на земле. Ну мне как-то в голову пришло, что, знаете, наши кости в земле пролежат большую часть времени их существования. Так что, ну, потихонечку привыкаем уже. Вот. Что нам нужно для этого? Ну, мы вообще стремимся к минимализму с женой. Да, у нас была машина побольше, сейчас все, и чтобы поменьше выбросы были из этих соображений экологических. Ну, и вообще жить надо скромнее. На мой взгляд, у нас маленькая Куга, ну, чтобы хоть как-то проехать по немножко, ну, бездорожье я это не назову. И багажничек, ну, всего ничего. Хотя туда влезает и большая, у нас есть большая палатка для лета. Ну, вот для холодного времени года совершенно другая экипировка нужна. Нужно, ну, вот у нас палатка такая альпинистская. Вообще советую, у альпинистов все самое хорошее для рыбалки. Я не знаю, что там про горы, но для рыбалки у них все продумано. Слушайте. Вот. И компания MSR, Mountain Science Research палатка. Ну, мы не альпинисты все-таки, а уже такие боровички. Ну, я особенно. И я беру трешку. Мотохаба палатка. Ну, считайте, что это реклама. Хотя я не имею отношения к этим палаткам. Но, тем не менее. Хотя раньше я имел, был дистрибутором. Сейчас давно уже этим не занимаюсь и не имею отношения. Так вот, да, и есть MSR, но говорят, я вот сейчас попробую Be Cognos. Почему эти палатки? Потому что это high-end, потому что это бескомпромиссное качество материалов. Ну, есть еще дороже и круче, как Хильберг, например. Но это уже точно не для такого кемпинга рыболовного, на мой взгляд. Вот. Это легчайшие материалы. Это маленькая компактная палаточка. Они весят там полтора-два килограмма, кило восемьсот. Идеально совершенно скроенные. То есть, если вы какое-нибудь, извините, ну, его огромное количество в спортмастере, в декатлоне, в барахла жуткого, которое провисает, тебе на лицо ложится, при намокании вот это провисание возникает. Служат они, конечно, очень недолго. Ну, опять, как использовать. Вот. И, а вот эти палатки хорошие, приспособленные для альпинизма, они, как я сказал, легкие, надежные, крепкие очень, непровисающие. Ну, и удобные. Там все продумано, вплоть до же веревочки светятся в темноте, чтобы ты не споткнулся. Вот. Внутри, ну, естественно, они промокаемые. И почему маленькие, а не большие? Да потому что теплее в такое время года. Очень тепло в этой палатке. Естественно, внутрь вам нужен самонадувающийся коврик. Их тоже куча брендов. Ну, я использую терморест. Есть ситусамид. Есть, на самом деле, много их. Само, запомните, просто самонадувающийся коврик. Ты его кинул, он так надулся. Ну, немножко подкачнуть, есть специальная такая гармошечка. Либо дунуть. Он, вот. Я с 2006 года. У меня 14 лет. Коврики, ничего не происходит. Сворачиваю, разворачиваю. Очень долго служит. Коврики, спальники тоже маленькие. Ну, они варианты либо пуховые, либо синтетические. Но у нас у детей от пуха аллергия, астма. Поэтому у нас только синтетика мы стараемся использовать. Ну, в принципе, не принципиальная штука. Вот. Палатка, коврик, спальник. Это обычное трамбелье. Подушка, кстати. Да, ну, либо набиваешь герму своими живетями. Вещами теплыми. Под голову спится в это время. А какой плюс от того, что вот в осенью, в сентябрь, октябрь. Ну, во-первых, на реках нет алкашей в этих трусниках. Вот. И майках-алкоголичках нет комаров. Никакого гнуса. Кстати, вот на этих реках гнуса тоже практически и летом не бывает. В этом большой плюс. Лучше клюет. Ну, просто приятно. Нет народу, да. И спишь. Утром солнце не выходит. Не будет тебе как будильник в 5 утра. А можешь там до 8-9. Прохладненько. Хорошо. Сколько хочешь. Пока кости не заболят. Ну, и мебель какая-то. Опять же, вот не такие вот кресла какие-то. А, ну, есть бренд Helinox. А это типа, типа Helinox. Helinox маленькие, компактные. Но многие не поместятся. Вот я так уже с трудом на таком умещаюсь. Вот. Зато это они, они вот такие вот компактненькие. И наш багажник даже, даже не заполняется. Столик небольшой. Еще очень важное. Ну, покажу. Вечером, когда стемнеет. Лампа и горелки покажу. Вечерком расскажу, какие бывают. Если вы не знаете. Если знаете, окей. Многие просвещенные очень. И знают все лучше меня. Не, лучше меня вряд ли. Хорошо. Давайте пойдем чуть-чуть поближе к перекату. Я вам покажу. Что там за красота. Ну, вот, прежде чем перекат показать. Хотел, посмотрите за мной. Какие окружают здесь вот скальные выступы. Ну, это не скальные. На самом деле, это известняк. Это как раз то, что называется Чалкстримс. Наши эти такие известняковые, ракушечные. Вот такие вот речки с перекатами. И вот там на, вот в этих скалах у нас дети всегда там лазали, сидели. Какие-то пещерки, там ящерицы. Ну, прикольные такие места. Ну, и высоко. Хоть на парапланах здесь. А, кстати, корпоративы устраивали на парапланах. Здесь летал у нас Леша, наш менеджер. Вот. Ну, пойдем на перекат. Ну, вот, за мной перекат. Очень живописный. На самом деле, ничего особо крупного мы здесь не ловили. Потому что и прессинг довольно большой. Здесь есть и населенные пункты, пункты вокруг. Вот. Но места все равно очень красивые. И рыбы достаточно много. Это и голавль, и жерех, и рыбец здесь есть. Окунь, щука. Вот. Проплывали тут лодочники с воблерами. Там три нормальные щуки такие. Килограмма по полтора, по два были. Но мы прошли здесь голавликов. Один жерешок небольшой поймали. Ну, холодно сегодня. Второй день. Буквально такая вот холодина наступила. Арктический фронт. Вот. Ну, не знаю. Я вечерком. Вообще есть несколько мест. Мы отъедем. Здесь другие перекаты есть. Где гарантированно стоит рыба. Только мне известная. Не сдам никому. Вот. Попробуем. Главное, что вот мне здесь нравится. Просто это очень красиво вокруг. А рыба. Ну, за рыбой на Кольском, на Камчатку поедем. Так. Тренировка и развлечение. Да и вообще здорово. Кемпинг. Это кемпинг. Ну, вот. На самом деле, да. Всего лишь балантайнс. Для понтов и для гостей, конечно, можно талискир с логоволиным. А для себя мне вполне балантайнс хватит. Так же, как и с вином. Для понтов барола. А так вот темпронилья за 450 рублей с перекрестком. Я тоже вот так вот. В этом я не притязательный. Так вот, теперь о горелках. Я беру три типа горящих, горючих. Ну, то, что на газу. Это обязательно реактор. Реактор МСР. То есть, это вот, собственно, верхняя часть. Да, низ это просто баллон, как вы понимаете. Кстати, дерьмовый баллон Fire Maple. Это плохие баллоны. Кончились и просто уже в соседнем магазине купил. Они не выгорают, плохо горят на низ, при низких температурах. Ну, да бог с ними. Вот, обычно, конечно, лучше либо Primus, либо МСР, либо какие-то другие приличные смеси газовые, которые действительно горят при Snow Peak золотой какой-нибудь, что-то вот такое. Хотя тоже не все из них хорошие. Но, если вы это в тепле пользуетесь газом, то, в общем, почти без разницы. Так вот, горелка-реактор – это чудо. К ней идет вот такая вот кастрюлька. У них уже сломалась ручка мы какой-то отдельной. И литр, тут больше, наверное, полтора литра, да, литр вскипает, ну, за минуту фактически. То есть, вообще, чего я хотел сказать, что я ненавижу костры. Я понимаю, что все туристы, они млеют от этого романтизма, там, гитарка. Ну, ни гитарки не люблю, ни костров. По какой причине? Ну, гитарка, понятно, поскольку никто петь не умеет. Вот, и это ужасно. Как Борис Борисович пел, который умеет петь, про соседей напротив, которые пытаются петь, обрекая бессмертные звуки на смерть. Вот мое мнение, что вот это все – это обречение, обречение бессмертной музыки на смерть. Это ужасно. Ну, если нравится, тренькайте. Вот, а костер, слушайте, нас тысячи, сотни тысяч ходят на рыбалку, в походы. Это миллионы кострищ. И это квадратные километры, сотни километров выжженной земли, если все это сложить. Но, кроме этого, это запах, и это крайнее неудобство готовить. Конечно, мне сейчас расскажут, что сейчас там мы на костре. Ребят, я 20 лет на костре этой хренью занимался с самого глубокого детства. Вот, и скажу вам, что вот горелки – это в миллиард раз проще, быстрее. Если вы приехали на рыбалку, ловите рыбу. В поход ходите, наблюдайте. Но вот это вот, особенно кто это делает? Женщины в грязи, заскорузываем, потом они месяцами, конечно, они не хотят с вами ездить потом, что они сидят, вот это вот, моют от костра, отмывают, все у них грязное. То есть, это не экологично, это долго. Если вам хочется, у костерка есть такие складные мангальчики, кстати, которые японские у сноупика, они с такой подложечкой, чтобы травка не горела. Вот используйте, положите там костерок, отлично. Я был в Японии, они сидят в кружочек вокруг этого, там шашлычок какой-то пихают, а потом убрали, травка, ну, чуть пожелтеет, может быть, максимум, а обычно ничего не происходит. Так вот, реактор, но в реакторе можно сварить кофе, в реакторе можно сварить воды, скипятить, чай заварить, я могу даже макароны варить, как-нибудь расскажу. В общем, ноу-хау. Если просто варить, то это сгорит, потому что жар очень большой. Вот, дальше, ну, вы-то захотите картошечки пожарить, что-то такое, поэтому обязательно вот такая горелочка, да, на которую можно поставить сковородку. На ней можно и тоже в турке сварить кофе, на ней можно все, что угодно, и в кастрюле там грибы сварить, что-то на медленном огне, вот такое вот. Ну, и чудо наше, это лампа 180 ватт, или киловатт, или омов, или вольтов, или амперов. Шучу. 180 ватт лампа, это яркий свет, вот здесь поляна, она до переката, ну, сейчас еще солнце есть, решил в темноте не снимать, а может быть, сейчас стемнеет, отдельно покажу, как это выглядит в темноте. Стоит посмотреть, то есть это освещает всю поляну мощно, супер. И хватает вот этих трех баллонов, если не жечь, и не заниматься обогреванием, или не варить варенье, ну, мы уже один раз съездили, второй раз приехали, ну, раз на пять походов вот этих трех баллонов хватит. То есть, понимаете, это очень мало места занимает. Дальше посуда. Ну, я фанат, да, сноупика, это сноупика. Сноупиковская, то есть японская, японский бренд. Мне очень нравится вот титановая посуда у сноупика, фантастическая. Она не обжигает, это вакуумный, то есть полы внутри чашки, входит одна в другую, вот, ну, у них разные есть. И такие же титановые мисочки. Ну, почему? Пластмасса, ну, они затираются, они такие страшненькие становятся. Можно, конечно, выбрасывать, но, опять же, ребят, мы столько пластика выбросили этого, что, ну, вот этим чашкам, лампе, реактору им 15 лет. 15 лет я использую одно и то же. И я не выбросил ни одной одноразовой посуды. Вот я использую это 15 лет уже. И, кстати, вообще ничего. Даже надпись сноупик с какими-то иероглифами, они не стерлись. Так что меня супер устраивает вот эта компактность. Вскипятил, посидел у света, выпил. Нам нужно два стульчика, столик. Столик тоже такой. 15 лет, между прочим, тоже. Ну, хорошо, давайте теперь посмотрим, как это в темноте выглядит. Уютно и красиво. Вроде я рассказал про свой кемпинг основное. Но какая красота ночью, покажу. Лампа, виски, шум реки. Что это значит для нас? Почему мы хотим на природу? Ну, судя по всему, не так много людей хотят на природу. Мы здесь совершенно одни. Хотя место довольно популярное. Ну, плюс 6 градусов. Может быть, это смутило всех. Но что мы ищем? Для меня это незащищенность. Да, свобода. Но обратная сторона. Свобода. Это как раз незащищенность. Когда мы защищены своим домом, полицией, городом. Ты заперт. Да, ты защищен. Абсолютно. Но ты абсолютно не свободен. Даже дом. Ну, можно сделать такую иллюзию. Выйти на улицу в доме, во двор. И шашлычок пожарить. Ну, это такой суррогат, конечно. Посидеть там. Потом зябко почесаться. И пойти в теплый дом. Да и здесь это суррогат, безусловно. Вот читаю Диккенса очередной роман, 25-й том. И ты видишь, как на берегу Темзы, в каком-то домике, где горит костер. Жаровня просто, в доме, без дымохода, без трубы, вокруг ревет ураган, волны бьются. И ты понимаешь, что вот, да, вот середина 19-го века, там, я не знаю, меня туда тянет. Меня тошнит от нашей абсолютной защищенности, стерильности. Как-то все это дерьмово. А здесь ты чувствуешь себя свободным. Ну, конечно, можно совсем как бы бомжевать и жить под мостом. Но не знаю, согласен ли я жить под мостом. Может быть и нет. Но если сравнивать абсолютно структурированную жизнь, абсолютно защищенную и жизнь под мостом, то есть шанс, что в какой-то момент я обрискнул под мост. Лампа светит классно. Теплая палаточка ждет. Почти темно стало. Все прямо вообще затихло. Только три сумасшедших комара. Здесь комаров даже в теплое время нет. И это какой-то ненормальный год. Комары везде. В сентябре комары везде. На угре комары. И вот тут три комара летают. С какими-то нехорошими целями. Ладно. Про кемпинг я рассказал. Лампу показал. Сноупик. Лампа. А, где купить? Слушайте, я не продаю все это. Но у нас не продается. Ну, например, есть чудесный магазин «Спортмарафон». Можете сходить в «Спортмарафон» и там купить. Прав, честно, вот вам, крест, не имею отношения на данный момент к «Спортмарафону». А магазин прекрасный. Магазин отличный. Вот все, что я рассказал, там есть. Но еще увидимся на реке. Завтра я попробую что-нибудь поймать. И показать. Ну, шансов немного. Полтора десятка сегодня поймали. Вот таких вот головликов. Вот такого жерешка. И все. Не знаю, почему. Наверное, мы не слишком умелые. А может и в реке ничего нет. А река прекрасная. Здесь бы форелям, головлям вот таким. Но с нашей культурой рыбалки, боюсь, это не скоро здесь появится. Ладно, пойдем в баньки. Такое чудесное утро, что мне вспомнился Дэвид Линч. Вы любите Дэвида Линча? Если да, то маленький прогноз погоды в его стиле. Что-то, что-то. Неважно. О! Утром встали в 6 утра, собрались, поехали на мое секретное место. И, как говорится, чупа-чуп с полной. Вообще ничего. Погода чудесная. Место шикарное. Здесь всегда стоял на выходе из ямы очень симпатичный жерешок. А иногда и большие головли. Нет ничего. Палу, парочку каких-то тычков и все. Ну, слушайте, чего ожидать? Реки у нас прекрасные, прессинг у нас ужасный. Все мы привыкли по-холопски относиться к нашим рекам, то есть выгребать. Как был у нас царь, так и остался. Ну, теперь это государство могла вести ранам. А наше отношение такое вот холопское. Либо урвать у хозяина, либо устроиться к нему на службу и еще больше урвать. И больше ничего. Хотелось бы ожидать, чтобы вот деревня собралась, зарыбила, охраняла хотя бы от моста и до моста. Уже классно было бы. Уже была бы рыба. Можно поймать и ловится иногда, но в большинстве случаев чупа-чупс это то, что в радиусе 500 километров от Москвы ну, что-то такое ловится маленькая. Но в основном это, конечно, природа. Никуда не денешься. Холмы не украсть, облака не украсть, солнце не украсть и ветер не украсть, который трясет штатив. В общем, все прекрасно. Про кемпинг я рассказал. Кемпингом мы не торгуем и пока не планируем. Ну, может, разбогатеем и будем когда-то. Ну, есть много магазинов, которые это делают гораздо и будут всегда делать гораздо лучше нас. Ладно, подписывайтесь на наш канал, спрашивайте, что вам рассказать. Ставьте обязательно лайки, следите за новостями и увидимся в магазине или на реке. Пока!